Чара, смотри, музыка идёт из татуи. Эй, Чара, это я, твой лучший друг. Санс? Санс? Санс, ты в порядке? Да, просто... мои кости устали. Мы так волновались, я и Эндайс слышали какие-то странные взрывы, и мы долго не могли найти вас, а когда мы оказались здесь... Успокойся, я в порядке, правда. Ну, как скажешь, брат. Рад, что ты в порядке. Вот только... что тут делает этот огромный шар? Асгур пытался сломать его, но он даже не поцарапался. Оу... Это... долгая история. Чара, пожалуйста, мы можем... Соткнись, Азриэль. Ты ничего не понимаешь. Ничего. Ты разве не знаешь, почему это всё началось? Этот тщедушный человек, которого ты зовёшь другом. Ты думаешь, это я заставила её устроить геноцид? Ха, не смеши меня. После того, как она проходила путь пацифиста, и снова и снова, ей просто всё это надоело. И она решила пойти другим путём. Идиота не хватило смелости закончить то, что было почти завершено. И только тогда я начала действовать. Это она убила всех по своей воле, а благодаря мне ненависти в ней становилось больше. Если кого-то нужно обвинять, то это только Фриск. Все считают, что Фриск настоящий пацифист, который даже бабочку не обидит. Но на самом деле это она начала геноцид, но никто её не заставлял это делать. Я всего лишь пыталась закончить начатое. Меня уже тошнит, что она выше всех своих последствий. Что она может играться со всеми и делать всё, что угодно. Вот почему эти странные события происходят. Она упустила тот момент, где она не могла создавать все эти ужасные ошибки. И как ты думаешь, где накопилась вся эта ненависть? Прямо во мне! Я ничего не делала неверно. Я просто даю понять, что этот маленький убийца, которого ты зовёшь другом, должен платить за свои поступки. Что же ты будешь делать теперь? Фриск отдала тебе свою душу, когда ты был ещё жив. Так ведь? Ещё какой-то глюк. Я предполагаю, что ты хочешь всё-таки разрушить барьер. Но если ты решил для этого использовать душу Фриск, то дерзай. Фриск действительно умрёт. И не сможет вернуться в своё тело. Как последствия из глюка, который был вызван, так же, если ты думаешь о сбросе, то впоследствии временная линия будет больше саморазрушаться. Но в этот раз ты можешь помочь мне, а зрель. Мои решимости силы уже заполнены, и наконец-то мне хватает на создание этого. Девять? Это единственный способ остановить безумие, а зрель. Не удалим временную линию, тогда Фриск будет использовать твоих друзей как игрушек вечно. Но мы можем закончить это прямо сейчас. Жалко, что я не могу использовать это сама. Нужен кто-то другой для активации. Ты сказала, что она достигла счастливой концовки много раз. Что-то мне говорит, что ближе к концу я попросил прощения. И я совершенно уверен, что она простила меня за то, что я натворил. Как и я, Фриск заслуживает второго шанса. Ты идиот, Азри. Ты что, не видишь? У тебя всего два варианта. Стереть или продолжить. Стереть мир никогда не было выходом, Чара. Нет, я не буду принимать твоё предложение, Чара. Забудь об этом. Ну ладно, если это твой выбор... Да будет так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Не делай этого, Чара. Я не хочу с тобой сражаться. Кто ты такой? Повтори. Просить меня не сражаться? Давай, Азри. Ты делаешь вид, будто не убил бы всех их. Я едва тебя узнаю. Добро пожаловать в мой особый ад. Добро пожаловать в мой особый ад. Добро пожаловать в мой особый ад. Я не могу сражаться с Чарой. Я могу заставить Чару сделать другой выбор. Чара где-то там. Я чувствую это. В противном случае Чара просто выбросит этот медальон. Ты действительно думал, что мне так важна эта безделушка? Видишь, Азри? Ты реально думал, что... Фриск. Мы вытащим ненависть из Чары. Но мы не сможем сделать это одни. Нам нужна помощь. Прямо сейчас ненависть Чары питается от ее решимости. Так что... Мы должны сейчас заботиться об этом. На помощь! Теперь мне никто не нужен. Никто! Ты наполнен добротой. Ты наполнен усердностью. Хватит! Ты наполнен справедливостью. Ты наполнен порядочностью, храбростью, терпением. Ты наполнен решимостью. Чара, прошу тебя. Я знаю, что ты там. Что ты такое говоришь? Вот кто я такая. Я здесь, чтобы убедиться, что времена линия стирается. Почему ты так решил? Ты не права. Откуда ты знаешь, что я? Ты любишь шоколад и рисовать. И играть с игрушками. И маминой рисовый пирог. И, конечно же, ты хочешь спасти монстров. Отстань от меня. Ты хочешь освободить всех, потому что ты заботишься обо всех. Нет! Хватит делать вид, что тебе наплевать. Я знаю тебя, Чара. Потому что я заботишься тебе больше, чем кто-либо. После всего этого мы лучшие друзья, не так ли? Прости меня, Азриль. Всё нормально, Чара. Всё будет хорошо. Я никогда не брошу тебя, хорошо? Мы будем вместе. Навсегда. Мне нравится это, Азриль. Мне всё равно, если барьер будет разрушен, так как я могу быть на твоей стороне. Азриль. Я бы хотела провести с тобой больше времени. Чара, что это значит? Единственная вещь, которая держала меня здесь, это моя решимость. Но сейчас её нет. Чара! Хотя я буду в состоянии дать тебе кое-что до того, как я уйду. Чара, не уходи. Ты собирал разные черты характера во время нашей битвы, не так ли? Однако у тебя не было сосуда для них. Чара, не исчезай. И что осталось от моей души, это идеальный сосуд для тебя. Возьми меня с собой. Не уходи, прошу. Ты всегда был плаксой. Фриск. 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 Спасибо за всё. Мне не нужна твоя душа, чтобы разрушить барьер. Ей следует вернуться обратно в своё тело. А теперь... Давай сделаем это. Барьер был разрушен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Эй, малая. Отойдём немного поболтать. Так, давай расставим точки над И. Из-за всех этих ошибок я всё ещё помню, что было в других временных линиях. Как ты убила всех на своём пути. Но прямо сейчас у нас появилась другая хорошая концовка, которая является универсальной. Но... Будь честна со мной, дитя, когда ты всё перезапустишь. Я обещаю, что я... Я вообще-то сказал, будь честна. Ты действительно хочешь, чтобы всё, к чему мы стремились, просто так исчезло? Сообщи мне, когда ты захочешь сделать это. Сброс. Сброс. Я не буду снова сбрасывать. Теперь я хочу просто продолжать. Думаю, мы станем отличными друзьями. Думаю, мы станем отличными друзьями. Кажется, все хорошо относятся к монстрам, которые вышли на поверхность. Видят их в себе равных. Такая глупая мысль. Люди есть и буду всегда превосходить всех. Департамент против монстров. Мне нужно проинформировать обо всём. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...